МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на телеканале СКАД в студии Катерина Калантаевская. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Все вот эти вот так называемые в народе золотые парашюты отменить. Отказались от выплат. Депутаты губернтской думы сэкономили деньги для бюджета. Если вдруг что-то случится, то есть к кому обратиться. Доверие и порядок населения о совместных рейдах полиции, народных дружинников и обоснован руководству. Я свои болячки оставила дома, чтобы проводить внучку на такое высокое мероприятие. Премия для самарских медалистов. 60 выпускников отправились на Кремлевский бал. Непростые вопросы решали депутаты Самарской губернтской думы на заседании комитета по законодательству. Дать жителям губернии возможность поспать подольше в выходные или нет. И стоит ли в непростых экономических условиях выдавать золотые парашюты себе и правительственным чиновникам. Каким выводом пришли народные избранники в репортаже из областного парламента. Тишина и покой, выходные и праздничные дни до 8 утра. Во многих субъектах федерации это время увеличено до 10 и даже до 12 часов. Нужно ли жителям Самарской области дать возможность отоспаться в нерабочие дни, бурно обсуждали депутаты комитета по законодательству. То есть у нас сон, как говорится, в тихое время суток до 8 часов утра сейчас предлагает, чтобы оно было до 10. После трудовой рабочей недели возможность выспаться хотя бы немножко побольше. По большому счету, по-хорошему не замотивировано. Нужно вот это вот, необходимо или нет. И только лишь один аргумент. Дайте поспать. Члены комитета не нашли достаточных оснований для увеличения времени тишины. Так что сверлить стены и включать громкую музыку по выходным можно, как и прежде, с 8 часов утра. Со всей строгостью депутаты отнеслись также к себе и некоторым категориям чиновников из правительства. Приняли решение не выплачивать дополнительные средства уволенным со службы по положительным основаниям. После окончания контракта и на пенсию. Депутаты посчитали, что в сегодняшнее время это является достаточно излишним. И поэтому принято решение и по правительственным государственным службам, и по депутатскому корпусу все вот эти вот так называемые в народе золотые парашюты отменить. В итоге, по оценочным данным, для бюджета области будет сэкономлено около 11 миллионов рублей. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в 19-м Петербургском международном экономическом форуме. В ходе мероприятия глава региона подписал ряд важных соглашений, которые дадут мощный толчок к развитию инфраструктуры, экономики и науки. Подробнее в следующем сюжете. Одно из соглашений подписано с компанией «Балтика». В Самарской области будет налажено производство пивоваренного ячменя и солода. Это даст мощный толчок для развития АПК. Мы провели переговоры с компанией «Балтика», с руководством компании и подписали соглашение. Для нас тоже это исключительно важно, потому что «Балтика» сегодня самый крупный плательщик в наш бюджет. Мы от «Балтики» получаем бюджет 13 миллиардов рублей. С хорошим результатом закончилась встреча с руководством транснациональной компании «Шнайдер Электрик», у которой в Самаре крупная производственная площадка. И мы, конечно, планируем продолжать инвестировать и развивать эту компанию. Для того, чтобы она стала сильной платформой для нашего развития, нашей деятельности, не только в России, но и за ее пределами. Было заявлено, что они сюда переведут ряд управленческих структур своих с Франции. Они сюда переведут неокры, то есть создадут в том числе инженеринговые центры. Не менее важное событие – подписание соглашения с компанией «Роснефть». Как и в прошлом году, «Роснефть» будет нас поддерживать в разных социальных проектах, очень важных для нас. Несмотря на то, что понятно, что цена нефти не та, но мы договорились с Игорем Ивановичем, что мы к этому вопросу, кроме соглашения, подписанного сегодня, через пару месяцев еще раз вернемся. И Самарская область может получить еще и дополнительно. Размер поддержки от компании пока не оглашается, но, по словам Николая Меркушкина, это один из лучших результатов в стране. Он также отметил, что добыча нефти в Самарской области возросла на 8% за 5 месяцев текущего года. Это очень хороший результат, и темп будет нарастать. А это новые рабочие места и поступление в бюджет. Также в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством научных организаций. Очень рассчитываю, что наше с вами более тесное взаимодействие позволит повысить востребованность результатов коллективов, которые работают в Самарской области. И тот экономический потенциал, который существует в регионе, может быть существенно увеличен. Глава региона отметил, что основной вектор совместной работы уже намечен. В частности, формирование Гагарин-центра. Достижения фундаментальной науки будут использованы для развития различных отраслей Самарской области. В ходе форума была также достигнута договоренность Роснано о создании в Самарской области наноцентра. Благодаря ему будут коммерциализированы научные разработки местных университетов. Появятся новые рабочие места, повысится инвестиционная привлекательность региона. А с компанией Ростелеком была достигнута договоренность об оснащении 200 школ области высокоскоростным интернетом и телекоммуникационными системами объектов к чемпионату мира по футболу. Максим Остриков, Александр Передня, СТВ. 19 июня вступили в силу поправки в федеральный закон о безопасности дорожного движения. Теперь эвакуировать автомобиль можно только в том случае, если он стоит под соответствующим знаком, оснащенный табличкой, предупреждающей, что работает эвакуатор. Увести автомобиль больше не имеет права, если водитель успел вернуться до момента, когда эвакуатор тронулся с места. Кроме того, машину отныне не отберут, если водитель забыл права. Наказание ограничится лишь штрафом в 500 рублей. Обеспечить безопасность и порядок на самарских улицах и укрепить доверие к власти. Губернская полиция, включая самых высоких должностных лиц, теперь регулярно выходит в рейд вместе с народными дружинниками и представителями руководства города и области. В этот раз набережная стала диалоговой площадкой. Жители высказывали свои предложения и пожелания. Около 200 народных дружинников ежедневно выходят патрулировать Самару. Аналогичная работа началась во всех муниципальных образованиях области. Ежемесячно руководство областей города в одном строю с полицией и дружинниками. Эдуард Толмачев – учитель английского языка. Его новая дополнительная работа стоит 120 рублей в час. Но не это важно, утверждает дружинник. ДНД – это поддержание общественного порядка и в любом случае деятельность, направленная на благо города. Различные правонарушения пресекать в основном – это распитие алкогольных напитков на улицах, курение табака в неположенных местах. В основном вот эти правонарушения. Так же происходит, бывает, теряются дети. Сотрудники тоже способствуют нахождению детей в людных местах. Мы из себя чувствуем намного увереннее. Ходим и что если что-то случается, мы знаем, к кому обратиться. Но одних рейдов недостаточно. Нужен контроль за магазинами, которые реализуют спиртное. Во время рейда нарушения выявили на улице Революционной, где торговля развернулась в жилом доме. Безопасность на улицах зависит в том числе и от того нигилизма, выбросы того продукта, который выбрасывают сегодня наши наливайки, разливайки на первых этажах. Сегодня большая потребность в наведении порядка и создании социально благополучного общества. После закона о ДНД регион на пороге принятия новых, важных законодательных решений, инициированных руководством ГУВД. Они напрямую касаются борьбы с алкоголизацией населения. Люди спрашивают, а почему там не закрывается? А потому что не было закона. Сейчас закон будет принят, и там жесткие требования. И все эти разливайки на первых этажах в городе Самаре, во всех муниципальных образованиях, они будут закрыты по воскресеньям. После 17 часов продажа алкоголя на территории Самарской области будет запрещена. Также на вынос нельзя будет купить алкоголь в ресторанах и кафе. Ни один закон не готовили настолько быстро, как этот. Всего полторы недели ушло на разработку и месяц на изучение регулирующего воздействия с участием общественности. Документ планируют принять 23 июня. Дина Сметанова, Олег Павлов, СТВ. Жители дома по улице Самарской, 24, просят ответственные службы разобрать аварийный сарай во дворе дома. Строение угрожает в любой момент рухнуть. Однако опасения жителей ни коммунальщики, ни чиновники не разделяют. Илья Егоров подробнее. Улица Самарская, 24, состояние сарая во дворе вызывало беспокойство жителей уже давно. Строение постепенно разваливалось. Около года назад сарай лишь по счастливой случайности не рухнул окончательно. Он держится за счет, вот выкинули у нас соседи, стол выкинули и диван здесь видно. Все никак не унесут. Его, видите, подперло и он давит за счет, он держится за счет стола. Больше всего жители опасаются, что в случае падения сарай потянет за собой и террасу. Впоследствии этого могут быть весьма печальными. Здесь вот проходят, вы видите, газовые трубы, это тоже все. Здесь проходит свет, вот он свет. То есть это электричество, это все тоже потянет за собой. Хорошо, если не будет каких-то человеческих жертв. По поводу демонтажа аварийного сарая жители уже обратились в несколько инстанций. Но, как выяснилось, на данные работы ни в одной из них нет средств. И когда они появятся, неизвестно. Я начала обращаться в нашу управляющую компанию. Они мне объяснили, что у них денег нету, людей у них нету. То есть, кто может вот эту всю гору свернуть. Они мне порекомендовали обратиться в нашу городскую администрацию Самарского района. Я туда написала письмо. Это было где-то осенью. Ответ мне пришел такой, что да, этот дом как бы является под снос, но пока его сносить не будут. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ Кадровые изменения. Глава администрации Кировского района, областной столицы, отныне будет бывший депутат городской думы Николай Митрянин. С 2004 по 2010 годы он возглавлял исполнительный комитет партии «Единая Россия» в этом же районе. Владимир Сафронов, покинувший свой пост, перешел на аналогичную должность в советский район. В студии появился мой коллега Александр Семенов со своей традиционной рубрикой «Ваши деньги». Здравствуй, Саша. О чем сегодня пойдет речь? Здравствуйте, Катерина. Интересный факт. Россияне перестали копить деньги. Около трети наших соотечественников перестали делать накопления в связи с кризисом. Об этом свидетельствуют данные обзора Национального агентства финансовых исследований. Во время прошлого кризиса 2009 года лишь 19% граждан страны не были готовы класть деньги в банк или хранить их дома. Основной причиной отказа от сбережения россияне называют рост цен. 54% опрошенных отметили, что зарплаты им хватает только на текущие потребности. В 2009 году их было всего 40%. Отмечается, что свободных денег, которые не жалко потратить в данный момент, у граждан страны сейчас нет вообще. А в 2009 году у 3% наших соотечественников была подобная возможность. Из тех россиян, которые откладывают деньги, 44% не уверены в будущем. Также в ходе опроса было выявлено, что 38% граждан считают невозможным накопление средств. А теперь расскажу о ценах на прилавках города. На этой неделе особых изменений не было. Лишь подешевели свежие помидоры и огурцы. Минус полтора рубля за один килограмм. Это связано в первую очередь с сезоном. Кроме того, снизилась стоимость макаронных изделий. В среднем на 1 рубль за упаковку. А вот это уже связано с акциями в крупных сетевых супермаркетах. А вот молоко немного подорожало. Плюс 30 копеек за литр. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне. И на этом у нас все. Катерина, берегите ваши деньги. Спасибо, Саша. Но мы продолжаем. И смотрите во второй части нашей программы. Поэтому нафталина не будет. Современная классика без апатажа, но с азартом. В Самаре готовят премьер-оперы «Пиковая дама» и балеты «Серенада». Продолжаем выпуск. В регионе завершилась акция «Стафета памяти». Работники социальной сферы, а также воспитанники сиротских учреждений помогали ветеранам Великой Отечественной. Кому-то нужно было подправить забор на участке, кому-то прибраться в квартире. Ни один участник войны не остался без внимания. Для волонтеров акция стала познавательной. Они узнали много интересных фактов о тех далеких годах. Напомню, что акция стартовала еще в мае. И за это время навестили тысячи ветеранов. Цель этой акции была, чтобы в каждом уголке нашей области проекты социальные работники встретились с ветеранами, почествовали, отдали свой долг памяти этим людям. Вспомнили те события, которые проходили, как переживала наша область. Почетная премия. Накануне самарские медалисты отправились на Кремлевский бал выпускников. Безусловно, эту поездку ребята запомнят на всю жизнь. Сам праздник – это многочасовой марафон веселья. Ребята ожидают красная дорожка, незабываемый салют и еще масса сюрпризов, которые держатся в секрете. В дорогу выпускников провожала и наша съемочная группа. Сотни самарских выпускников окончили в этом году школу с медалями. И 60 из них – лучшие из лучших – едут на Кремлевский бал. Они не просто отличники, они многократные победители всероссийских олимпиад. Я очень была рада, когда узнала, что поеду на бал выпускников. Родители не сдерживают эмоций. Огромное чувство гордости, радости. Все эмоции переполняют. Очень радуюсь за дочь, что у них есть такая возможность в такой группе огромной съездить с медалистами в Москву. Все свои болячки оставила дома, чтобы проводить внучку на такое высокое мероприятие. Самарские выпускники на Кремлевский бал едут по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна и при поддержке председателя Самарской думы Александра Фетисова. С железной дорогой договорились о бесплатных билетах, о питании и проживании взяла на себя городская администрация. Они демонстрировали и трудолюбие, прилежание, таланты. И, конечно, таких ребят очень почетно, не стыдно сейчас отправлять в столицу. Надо сказать, что такая честь оказана, кроме москвичей, еще нашему региону, потому что мы все-таки запасная столица. Акции носят в том числе и социальный характер. В Москву отправились медалисты, дети из неполных и социально незащищенных семей, достигшие высоких результатов обучения. В рамках торжественного мероприятия состоится возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Бывшим школьникам вручат сувенирные медали, после чего ребята торжественно пройдут по красной дорожке и отправятся на дискотеку с участием звезд российской эстрады. Катерина Клантаевская, Александр Передня, СТВ Посвящение гению русской музыки. К 175-летию Петра Ильича Чайковского Самарский театр оперы-балета готовит сразу два новых спектакля. На 30 июня назначена премьера оперы «Пиковая дама», а на 3 июля – балеты «Серенада». Чего ждать зрителям от современных постановок, интересовалась Дина Сметанова. 400 костюмов, 250 головных уборов – все это готовит к премьере оперы «Пиковая дама». Для Германа готова треуголка, а для кавалергарда удалось имитировать серебро и чеканку шлема шишака. На одном только чипце графини 30 метров рюшей. На этом контрасте черного и глубокий малиновый, глубокий красный, то есть есть уже некоторые предпосылки, чтобы передать характер произведения, характер самих персонажей. Не зря здесь графиня, чипец, у нее есть вот такие вот крылья к лицу. То есть такой образ как бы такой вороны, какой-то мистический. Если люди приходят увидеть ту пиковую даму, которую когда-то видели давным-давно, и хотят, чтобы за их деньги им ее повторили, то они не правы. Они приходят смотреть современный спектакль. Если они хотят музея, для этого надо брать записи и смотреть дома видеоматериал. Поэтому нафталина не будет. При этом и эпатажи не обещают. Спектакль выдержан в классических канонах без попытки найти Пушкина в Чайковском. Полным ходом и репетиция балета «Серенада». В Самаре ставят первый бессюжетный балет. Для коллектива театра это шаг вперед. Для зрителей, которые обычно любят узнавать, тоже. По идее, конечно, уровень понимания должен быть выше. Потому что здесь надо выражение музыки движением. И надо в этом разбираться, в красоте движений. Фестиваль Чайковского ждет поклонников классики с 30 июня по 9 июля. Дина Сметан, Валек Павлов, СТВ. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды и программу «Абзац». В завершении выпуска напомню сайт Георгия Лиманского. gslimansky.ru Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах «СКАТ» и «СТВ Самара». И заходите на сайт телерадио компании «СКАТ». Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Удачным вам выходных. Разыскивается Бурдукова Елена Фатыховна, 1949 года рождения, которая 15 июня ушла из дома по улице Юбилейная и до настоящего времени не вернулась. Приметы. Рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные с сединой. Была одета в темно-сиреневый халат и бежевые макосины. Дезориентирована, нуждается в медицинской помощи. Всем, кто видел ее или что-то знает о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону. 8-927-748-8254, 02 или 102.